Мур, привет, друг! Это Зверько. Я решил отойти от типичного обзора, который уже все делают на перегонки. Я буду рассказать свое впечатление и мнение, которое обычно почему-то отличается от большинства. Поэтому рубрика называется «Особое мнение». Наш первый экспонат – это Матильда. Но сначала хочу рассказать, как я получал серебряную кнопку. Получил я ее еще в конце июля, но в начале месяца сам себе напакостил. Неправильно заполнил таможенную декларацию. Самурайский меч, типа катана, в разобранном виде. Столько табаксов. Не уйдя себе катана. Но после пары пояснительных документов кнопку удалось забрать. И катану тоже в этот же день. Итак, что же мы имеем? До ужаса вторичную пассивку, непроработанный первый навык, условная поддержка от второго навыка и богу еще ульту. В целом, герой симпатичный, но навыки... Ну а теперь серьезнее. Матильда? Не-не это, а вот это. Скво. Так называли женщин американских индейцев. Так вот, моделька и внешность вполне приятные. А сам герой имеет загадочный класс саппорт-убийца. Сейчас разберем. Для начала посмотрим, какой она попала на тестовый сервер. Пассивка. Накапливается с пройденным расстоянием. Наносит бонусный урон и дает немного скорости бега. Но саму механику я где-то уже видел. Ах да, вот у этих персонажей. Абкаст автоатаки. Чу, Хуфра, Эстас, Халид, Лесли, Фаша, Адетта. Ну ничего, может дальше интереснее. А дальше. Первый навык. Это легкий щит и призыв мотыльков, чье количество увеличивается в зависимости от пройденного расстояния. Вначале был лимит в 4 мотылька. Но ты хоть с кипидаром под хвост маш, все равно набирается лишь 3. Забавно, что вспышка и прыжок второго навыка не дают четвертого светляка. Еле-еле Матильде удавалось со спринтом и говорящим с ветром выжить из навыка 4, а не 3 насекомых. Кроме того, они атакуют автоматически. И если летят в одну и ту же цель, что часто бывает, урон уменьшается. Конечно, можно прожать навыки еще раз заранее. И светляки, сколько набралось, вылетят пораньше. Где мы это видели? У циклопа. С той лишь разницей, что огоньки летят дальше. Однако, циклоп для каста не останавливается и, более того, получает ускорение вдобавок. А перед тем, как продолжить, познакомлю со спонсором. Друг, у Mobile Legends появился новый официальный партнер по продаже игровой валюты Smile One. В этом магазине ты можешь купить алмазы дешевле, чем они стоят в игре. Больше вариантов пополнения и даже не нужно регистрироваться. Заполняешь пункты с игровым ID и сервером, выбираешь сумму и оплачиваешь. Готово. На твой счет придут чистые алмазы. Я лично узнавал у администраторов. Чтобы приобрести алмазы, переходи по моей ссылке в описании. Продолжим. Второй навык, который определяет Матильду как саппорта. Матильда совершает прыжок и дает союзным героям дополнительный навык телепорта к Матильде на короткое время. Но прыгнуть к ней может только один персонаж. Другие тут же теряют этот доп-навык после того, как кто-то уже его прожал. А прыгнувший и Матильда получают небольшой бонус к скорости бега. Навык удобен в двух случаях. Когда ты играешь в пати, либо команды. Отгадать, что творится в голове у рандомов практически невозможно. Ульта. Красивый полет с обстрелом цели. И багованный к черту. Сначала накладывается обездвиживание. А когда нажимаешь навык еще раз, полетели. Пока Матильда летает. Она подобно Чанне обстреливает противника или другие цели, которые встанут на пути. Будь то миньоны, крипы или герои. После чего с размаху врезается в цель. В ульте у Матильды было игнорирование урона 60%. И она не подвержена контролю. Возможно пока. Плюс ульты. Она позволяет настакать 4 светляка для первого навыка. И все выпустить в одну цель. Что по идее должно делать из Матильды убийцу. Но если целей несколько, то наш урон рассеивается. А в Матильду, пока она летает, влетает урон. Так что все шансы помереть есть. И у некоторых зрителей возникает вопрос, почему я так долго выпускал обзор. Потому что даже против ботов на ней физически больно играть. Она медленная в плане раздамаживания. Она не может толком добить, если цель не одна. И медленно пушит крипов. Однако, неожиданно, во вторник 29 сентября, перед китайскими праздниками, разработчики выпустили обновление на тестовый сервер. Они вдобавок поняли, что собрали фигню и апнули Матильду. И вот теперь. Первый навык. Щит перенесли на второй навык. И увеличили количество мотыльков до 6. Которых по-прежнему можно реализовать только ультой. Увеличили урон и бонус к урону. Но чуть добавили времени перезарядки. Второй навык. Про щит я уже сказал. Вдобавок прикрутили ускорение Матильды, после того, как она использует этот навык. Союзник, который прыгнет к Матильде, получит теперь щит вместо ускорения. А цену в мане навыку немного увеличили. Ульта. Теперь не надо тыкать навык дважды. Матильда летит сразу, как прожмешь ульту. И это гораздо удобнее. Добавили урона к обстрелу светляками. Уменьшили урон от пикирования в цели. Вместо уменьшения урона, у Матильды внешний щит. Ох, я чувствую, радость от такого героя у мейнеров Эсмеральды будет. Добавили времени перезарядку и цену маны. Однако, в целом изменения практически потушили мой пукан. Ускорение, щиты и урон позволят хорошо поддерживать кор-команды. Убийца может использовать Матильду как для атаки, так и как запасной отход. Сам персонаж способен добивать или вливать урон. Однако, про пуш просто забудь. Матильда не про эту историю. Она довольно сильна своей ультой в связке с первым навыком. И мне интересно, как разрабы дальше будут их выравнивать. Потому что урона влетает очень много в соло цель. И довольно мало, когда группа противников. Вот, как-то так. Не забудь подписаться на канал. И напиши в комментариях, как тебе такой разбор. А пока, до встречи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok